Я из Абайкальского края. У нас добывается самая большая добыча золота, урана, другого промышленности, металла, железа и все это, ну лес, выпилка леса, все это проезжает мимо нас. А в Москве в это время жирует. Да, это странно. Москва, вы с Якутией ничего не красть, я говорю, заебали красть. У нас в республике, в село нету газа. А у вас есть газ, почему не подключаете нам газ? С зарплаты до зарплаты жить это очень сложно. Газ, золото, алмазы, все себе берут. Как-то не так, мы не строимся, не разотоваемся, во всем виновата наша получается государство. Вот когда наш первый президент был, у нас даже свет не платили, газ не платили. Ну все же, местные же наши. Тогда было хорошо. Вот как пришел, русского посадили, даже в выборах не было, просто его посадили и все началось. Стыдно мне. Вот наша алмаза золото. И все, нам ничего нету. Ну на нас забили большое при большой ***, чем мы дальше находимся, все больше и больше забивает ***. Если бы Якутия отделилась от России, мы жили бы достатки. Ну как Дубай был бы, если бы отделилась бы. Два были каменные, ну все было. Та же дороги были все нормальные, у нас дороги очень плохие. Все же видели Дубай, как живут. Так же мы жили бы. Все красота, все было бы. Все в достатке бы жили. Всех работа была бы. Все красиво жили бы. Даже, наверное, налог не платили бы. И как туркминестяне тоже, у них не газ же есть, электричество. У них же тоже, как местным полагается, газ бесплатный, электричество бесплатно. Бензин вообще дешево вот так. Если бы мы отделились, наша республика тоже так бы шла. А у нас там что за бакали? Ресурсы какие-то. Ну лес есть. И то половина уже в Китае ***. Не отдавали бы в Китай, например? Так людям жить-то, наверное, что-то надо. Такие, как я. Пойдет *** 10, бревень с ***. Зас втихаря китайским коммерсантом или как *** закупщиком. Копейки получит, на что-то покушает, что-то купит. Правильно? А так не работает. Никаких средств существования нет. Тебе не кажется, что ваши Забайкалья так разграбили, что просто ***? Есть такое. Какое? Какое сейчас состояние разграбления Забайкалья? Да я не знаю. Ну как ты ощущаешь, что ты ж там живешь? Не знаю я даже. Не в курсе. Да, имела бы Забайкалья шанс большой подняться с колен, как говорится. А сейчас? Мы платим налоги. Живем в гамне? Не, не слишком гамне. Ну, не как Дубай. Правительство России все забирает в журналист. Там головы большие, они решают ***. А мы только исполняем получается. Вот и всего лишь. Почему ты такой раб? Почему ты сам ничего не думаешь? Не можешь сам подумать, как бы могло быть лучше? Даже пускай неправильно. Ну, своя точка зрения это своя. Свою точку зрения я уже давно сделал. Я сказал же, я нейтральный человек был. Просто ситуация повернулась в другую сторону. Я не за политиков, я не за войну. Я вообще, как говорится, одно целое того, что не лезу туда, как говорится. Ты прилеждая. Как ты? Никуда ты не лезешь? Ты тут. Ну, я же не сам сюда пришел. А мне какая разница? Тебе Россия направила, ты россиянин. Ну? Ну, направила. Теперь у меня логика другая будет. Если я туда вернусь, политику другую сделаю. Ну, в плане того, не то, что я там политиком стану, а в плане того, я выводы сделаю. Как надо делать и что надо сделать. И всем остальным так же скажу. Если бы обделились бы, если был бы свой государь, нам бы осталось бы хотя бы половина. То ты хотел бы, чтобы у вас наконец-то правительство сменилось. Да. Думаешь, что-то будет лучше? Надеюсь. А что бы ты именно хотел? Не. Поезд с шахидой. На девках. Я даже домой взрослаться не хотел. Почему? Потому что, ***, я хотел вам делать ***. Если вот в 90-е годы отделились бы, мы все по-другому жили бы. В те времена вот газ, свет не платили, было бы хорошо. И ты бы сейчас не был в Украине? Да, точно, точно не был бы в Украине. ВОК. 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 АНТРИГУЕСА. ВОК.